В столице Тувы готовят очередную партию гуманитарной помощи в зону специальной военной операции. С начала её проведения в стороне не остаются различные организации республики, муниципалитеты и неравнодушные жители. Вся Тува протягивает руку помощи. Сотрудники Министерства труда и социальной политики Тувы участвуют во Всероссийском проекте Народного фронта «Всё для победы» не в первый раз. В Министерстве труда и социальной политики Республики Тува у нас находится 31 подведомственное учреждение. У нас работает 1600 работников и мы все собрали средства и приобрели помощь нашим бойцам. Это специальные спальники, которые защищают от тепловизоров, рации и специальный тент. Спальни, мешки и тенты мы приобрели по 100 штук. Приобретали в Новосибирске, сказали, что там специально отшивают по специальной технологии. Во-первых, они укрывают, пользуются как спальниками и плюс еще защищают от тепловизоров. И тенты тоже специальные, они там шьют по специальной технологии. Мы сегодня подошли, чтобы передать нашу помощь, чтобы она дошла до наших земляков. Также к акции присоединились неравнодушные граждане, которые пожелали остаться анонимными. Они выделили три бензопилы, которые, как отметил участник спецоперации, очень нужны в полевых условиях. Очередной раз мы получили большую помощь, можно сказать, ежемесячную помощь от наших земляков, нашей малой родины. Тувы, мы постоянно чувствуем вот эту помощь, как говорится, единственная наша сила. Очередной раз собирают акцию «Автопоезд». В прошлый раз наша республика заняла первое место по-сильному, там 40 с чем-то автомобилей. И, соответственно, данная акция очередной раз мы докажем, что наша республика достойная. И другие регионы тоже, соответственно. Большое спасибо нашим всем землякам и вообще всем организациям, и кто вообще в стороне не остался. Напомним, что данный гуманитарный груз отправится в зону специальной операции 20 марта, а следом и автоколонна в составе шести машин. Айданы сендинма, Боянойун, Доржууса, Телеканал Тувадуа, Сичтери.